Лето – лучшее время, чтобы выбраться из душных салонов автомобилей и пересесть на велосипеды. Но оказалось, что в Химках есть множество людей, которые считают так же. Правда, брать в аренду или покупать велосипеды они не спешат. Зачем тратить деньги, когда можно угнать? Видимо, этой логикой руководствуются злоумышленники. Сейчас соцсети буквально пестрят историями о кражах велосипедов. Одна другой интереснее. Например, это зафиксировали камеры в доме на улице Московской. С крыши спускается мужчина, почему-то переодетый в женщину. Уходит за париком, лезет обратно, а потом возвращается с другом, который уже крадет велосипед. Что происходило там на самом деле, выяснить непросто. Но факт учащения угона в городском округе игнорировать все сложнее. Не обошла эту участь и сотрудника Химки ТВ. Приехал, поставил его и через два дня хотел снова взять, его уже не было. Пришел к выводу, что это сделали накануне ночи, потому что родственники вышли. Было два велика, стал один. Перерезали замок, замок забрали с собой и уехали. Второй замок на втором велосипеде тоже был скрыт, но, видимо, их что-то спугнуло, а не второй велик не стали брать. Но, возможно, он был просто постарее. Следователи в таких случаях советуют мониторить ресурсы с объявлениями. Вероятность обнаружить там пропажу есть, но все же она невелика. Похож на него. Преступники предпочитают продавать их в других городах или просто сдавать на металлолом. Причем иной раз на запчасти отправляют велосипеды с очень большой стоимостью. Так что лучше стараться не допускать угона и заранее принять меры. Сотрудниками управления МВД России по городскому округу Химки систематически проводятся профилактические беседы с населением, старшими по домам, представителями управляющих компаний и даются рекомендации по сохранности личного имущества граждан, в том числе велосипедов, самокатов и иных средств передвижения. По возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго. Не доверять незнакомым людям, не оставлять в общественных местах, ставить замок. Но соблюдает ли эти правила сами владельцы? Мы спросили у жителей города, как они защищают свои велосипеды. Никак. Никак. А не боитесь, что их угонят? Не боюсь. У многих есть замки, дешевые и дорогие, но в их эффективность мало кто верит. Ну, страховать невозможно их, реально. Ну, если хочешь человек украсть, украдет и все. Так что бесполезно. И трос там, наверное, думаю, домой просто везти и все. Всегда нужно подумать, да, безусловно, о том, что просто так нельзя оставлять. Я вообще никак не страхую. У нас есть подземный гараж, мы там паркуем и все. Кстати, оставлять в подъезде велосипед тоже нельзя. И вовсе не из-за сохранности. Хранение в тамбурах или на лестнице личного имущества нарушают технику пожарной безопасности и влечет наложение штрафа до 3000 рублей. Еще один совет. При покупке велосипеда не выкидывайте его паспорт. Или хотя бы сфотографируйте номер, который набит на раме. По нему полиция проверяет, угнан велосипед или нет. Например, Евгений уже не раз сталкивался с правоохранителями. Но транспортное средство – его. Сотрудники полиции смотрели этот номер, проверяли по базе. У них есть своя база. Чтобы обезопасить свой велосипед от угона, эксперты советуют заранее сделать гравировку на колесах, раме и других деталях. Так его будет потом проще найти. Ну и, конечно, самый главный совет – не оставлять свой велосипед без присмотра. И тогда ваш железный друг подарит вам этим летом немало приятных минут. Ксения Абрагина, Алексей Сыченко и Николай Забродин. Новости Химки ТВ.